привет всем дорогие друзья всем привет дорогие друзья из жаркого бодрума наш очередной день бодруме и сегодня мы с вами идем гулять по старому городу и крепости если вы не смотрели просто видео там мы вам показывали крепость бодрума ночью а сегодня мы идем гулять по крепости бодруму и далее отправляемся в мармарис также здесь расположено большое количество ресторанчиков и как и в других маленьких поселках можно увидеть прибрежные отели кафе рестораны и сразу выход к морю ну и конечно же большое количество яхт и крепость бодрума именно туда мы с вами сейчас идем в крепость идет реставрация посмотрим открыта она или нет в бодруме в старой части расположено большое количество кафе ресторанов и отличительной чертой является как раз вот эти вот белые домики с синими наличниками дверьми и отделкой декоративной вот она знаменитая набережная бодрума очень красивые яхты отделаны деревом но прям супер мне очень нравится и мы пришли уже ко входу в крепость и крепость и в археологический музей вход в замок святого петра или крепость лодрума стоит 65 лишь и после реставрации замок выглядит вот таким вот образом это очень интересное место и замок святого петра является средневековой крепостью которая на территории кстати античного галикарнаса которая была построена в 14 веке госпитальерами сродоса ранее здесь кстати находилась одно из семи чудес света галикарнасский мавзолей но из-за многих землетрясений он был разрушен и крестоносцы использовали часть обломков мавзолея для сооружения стен замка представляете это просто невероятно находиться здесь в течение нескольких десятилетий замок осаждался войсками атаманской империи и был взят в 1482 году и как вы видите просуществовал до настоящего времени и совсем недавно был отреставрирован если говорить о галикарнасском музее то в 1522 году это античное сооружение окончательно было разобрано и от него не осталось совершенно ничего а в 1962 году здесь был создан музей подводной археологии которые существуют до настоящего времени когда мы отдыхаем путешествуем по работе или просто отдыхаем мы всегда 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 посещаем исторические достопримечательности стараемся как можно больше получить впечатление и замка открывается потрясающая панорама на порт бодрума посмотрите какая красота очень много посетителей здесь и как я уже сказала вход стоит 65 лишь после реставрации конечно выглядит просто потрясающе интересно для чего от чего образовались эти дырки посмотрите какие мощные камни вот если говорить о моей руке то просто мощнейшие камни и на самом деле вот эти вот мощные камни посмотрите как они стерлись от различных людей я не знаю грузов в общем всего того что здесь происходило но вот они также гербы кто понимают кто понимает в гербах написано на греческом и кто понимает гербах напишите с крепости открывается просто потрясающие виды и везде вот эти вот гербы гербы рыцарские гербы смотрите какая красота вот сейчас бы оказаться на яхте и покупаться в открытом море внутренний дворик крепости выглядит вот таким вот образом и здесь выставлены разные археологические артефакты одно из внутренних помещений крепости а и внизу находится также захоронения невероятно мощное сооружение и также здесь расположен музей подводный музей я думаю что здесь представлены различные артефакты которые археологи достали со дна моря а также все что связано с судоходством и рыболовством из самой верхней точки крепости открывается еще одна прекрасная панорама а вот карта галикарнаса когда он как раз когда крепость была построена вот крепость святого петра и вот так вот выглядел город а вот так вот эти амфоры которые археологи доставали были в кораблях вот таким вот образом они находились на кораблях которые как раз и были затоплены в районе бодрума и которые в дальнейшем были найдены еще один интересный факт в 1960-х годах вот эти вот все артефакты были подняты на поверхность а также остатки кораблей и в 1960-х годах родилась как раз и такая наука как подводная археология именно в турции и благодаря археологу Джорджу Басу она получила как раз свое развитие который и начал поднимать дна моря остатки кораблей исследовать их и не просто исследовать а выставлять в музеях и изучать и вот это вот друзья как раз настоящие оригинальные остатки тех того корабля который как раз один из кораблей который был найден и поднят на поверхность законсервирован и теперь мы можем его видеть в музее и вот эти многочисленные амфоры которые были извлечены со дна моря различные формы размеры очень очень интересно они были очищены от реставрированы и теперь в целостной и сохранности мы можем их рассматривать друзья мы уже пришли в музей галикарнатского мавзолея вход стоит 14 лир сейчас все посмотрим и все вам расскажу галикарнатский мавзолей был построен в середине 4 четвертого века и как вы знаете являлся одним из семи чудес света и был он построен как раз в галикарнасе современном бодруме чуть ранее я вам рассказывала о том что в 16 веке он уже был полностью разрушен и камни также были использованы и для строительства крепости в бодруме для кого он был построен для супруги мавзола артемисии второй если говорить о высоте то он был 45 метров в высоту и четыре стороны здания были украшены скульптурными рельефами которые были созданы греческими скульпторами музей был разрушен как я уже сказала к концу 15 века по причине ряда землетрясений и он входил в одно из трех наиболее долговечных из семи чудес света наряду с пирамидой Хеопса и Александрийским маяком и слово мавзолей как раз благодаря этой гробнице мавзола вошло во многие языки мира и стало нарицательным в русский язык оно вошло как раз из греческого через немецкий или французский и вот таким вот образом выглядела эта гробница и как выглядел этот мавзолей если говорить о захоронении то захоронение находилось под землей здесь был вход дальше были голубые камни оформления дальше композиции из скульптур белый мрамор далее опять композиции из скульптур здесь располагался тоже фриз и далее композиция с колесницей и четырьмя лошадями в общем захоронение было внизу а все остальное это скульптурные композиции и здесь показаны также различные возможные остатки скульптур с этого мавзолея если говорить о том где находился этот мавзолей то мы видим что под номером пять это порт бодрума здесь королевский дворец был а мавзолей как раз это вот номер четыре скорее всего именно где мы сейчас и находимся и располагался мавзолей бодрума скульптур изжен бодрума бодрума донер Это особенность в паузу, 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 паузу и белый бибер. Таким образом, это будет. 1-800 грамм, здесь. Вот такой вот делают здесь. Можно дырю, можно с хлебом. И вот так вот его срезают. Есть только мясной, куриного нет. С морковью, перцем и зеленым горошком. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Дорогие друзья, мы покидаем Кодру и сейчас едем в сторону Мармариса. Ехать примерно, ехать 110 километров примерно 2 часа. Но представьте, это чуть-чуть меньше, чем расстояние между Маланией и Анталией. Но дорога такая достаточно извилистая и среди лесов пойдет. Поэтому 2 часа 16 минут, как показанная карта, нам ехать до нашей гостиницы. Мармарис вы увидите уже в следующем видео. А в комментариях обязательно пишите, понравились ли вам наши видео из Бодрума, понравился ли вам сам Бодрум, какие у вас впечатления. Если вы здесь были, тоже напишите, где вы отдыхаете, где вы отдыхали. Ну и конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, потому что только на нашем канале вы увидите все самое интересное о Турции. То, что вы не увидите вообще больше ни у кого другого. Не забывайте заходить на ссылки в описании. В них вы найдете ссылки на бронирование отелей, билетов и туров со скидками в Турцию. Ну и вообще в любые другие страны. Смотрите, обязательно заходите на сайт нашей компании. Если вам будет интересно, я вас проконсультирую по разным вопросам. Ну и конечно же, как я уже сказала, ставьте пальчики вверх, комментируйте, подписывайтесь на наш канал, обязательно приезжайте в Турцию, отдыхайте, наслаждайтесь и будьте здоровы. На сегодня мы с вами прощаемся. Мы продолжаем свой путь и желаем вам всего хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok